Николая Огнивцева долгое время считали самым легкомысленным литератором Серебряного века. Он растрачивал свой дар на всякие мелочи, изящные, но безделушки. Даже первые книги его называются «Мои песенки», студенческие песни. И, наверное, так и остался бы он в истории литературы, как создатель слов к одной из песен Вертинского или как человек, который придумал театр Бибабо. Если бы не эмиграция. Волны революции выплескивают поэта за границу. И там, в Германии, он в 1923 году перерабатывает свой выпущенный два года назад Тифлисы сборник. Это блистательный Санкт-Петербург. Замечательная книга, которая поставила его сразу в ряд с самыми крупными поэтами-современниками. Это ностальгические стихи об утраченном, прекрасном, незабвенном. Даже названия стихотворений уже дают понять, что город, увиденный глазами памяти этого поэта, удивительно своеобразен. Это гранитный барин, странный город, гранитный призрак. И в изящных триолетах Огневцев уже намечает три основные темы своей книги. Это красота огней на Невском проспекте. Это белая ночь, рождающая удивительные призраки нашего города. И, конечно, это петербургская дама, незнакомка, свивающая любви таинственную нить. Давайте вчитаемся в стихи Николая Огневцева и попробуем увидеть город его глазами. Белой ночью. Белой ночью белый ландыш. Я воткну грустя в теплицу. И пойду за белой сказкой в белый призрачный туман. Посмотрите, посмотрите, у цепного моста где-то кто-то в странной пелерине неподвижно смотрит вдаль. Господин в крылатке тихо про него шепнул другому. Николай Васильевич Гоголь – сочинитель мертвых душ. У сената, сдвинув брови, незнакомец в треуголке гнёт сверкающую шпагу с пистолетом при бедре. Почему так странно бледен, незнакомец в треуголке? Почему сжимает петля золочёный воротник? Чё? К нему, блестя оружьем, с двух сторон подходят к двое. Подошли. Полковник Пестель. Нас прислал к вам государь. Белый, мёртвый, странной ночью, наклонившись над Невою, вспоминает о минувшем странный город Петербург. Посмотрите, посмотрите. Вот задумался о чём-то незнакомец в Альмавиве, опершись, а парапет. С Петропавловской твердыни бьют петровские куранты, вызывая из могилы неспокойных мертвецов. И тотчас же, возле мойки, там, где зимняя канавка, белый призрак белой дамы белым облаком сошёл. Зазвенели где-то шпоры, и по мёртвому граниту к мёртвой даме на свидание мчится мёртвый офицер. Герман! Лиза! И тотчас же, незнакомец в Альмавиве, оторвавшись от гранита, гордый профиль повернул. Александр Сергеевич, вы ли, вы ли это, тот, чьё имя я в стихах своих не смею до конца произнести? Белый, мёртвый, странной ночью, наклонившись над Невою, вспоминает о минувшем странный город Петербург. Теперь некоторые комментарии. В первой строфе навязчиво повторяется слово «белый». «Белой ночью», «белый ландыш», «белая сказка». И Огнивцев, вдевая в петлицу вот этот самый «белый ландыш», как будто делает себя соучастником белой сказки «Белой ночи Петербурга». В дальнейших строфах это окнется в белом призраке белой дамы. То есть Огнивцев как бы сам себя ставит в ряд других петербургских призраков. Вторая и третья строфы рассказывают нам о первой замечательной встрече. Дело в том, что возле Цепного моста в 1833-1834 годах Александр Сергеевич Пушкин снимал квартиру. Он даже называл летний сад своим огородом в письмах жене. И наверняка Николай Васильевич Гоголь, который в это время тоже стал уже известным литератором, автором «Вечеров на хуторе близ Диканьки», он в эти же времена читал лекции в университете, он создавал свои арабески и вполне мог как-нибудь заглянуть к Александру Сергеевичу на огонек. Декабристы находились в Петропавловской крепости, и вот уже бьют петровские куранты с Петропавловской твердыни. И мы оказываемся у Невы, оказываемся на мойке у Зимней канавки, и, конечно, идет тема Пушкина. Но Пушкин дан, вернее, его герои Герман и Лиза даны через музыку, даны через оперу Чайковского, потому что Зимняя канавка фигурирует в полной своей красе как раз в опере, а не в произведении Пушкина. Ну и, конечно, сам образ Александра Сергеевича здесь тоже не мог не появиться. Опершись о гранитный парапет, он, как известно, стоял здесь с Евгением Онегином в своей знаменитом романе. И, конечно, Огневцев буквально падает перед ним на колени. Пушкин для него самый высший авторитет. Референс стихотворения очень прост и в то же время исполнен глубокого смысла. Странный город наклоняется над Невой и размышляет о прошлом, вспоминает времена, когда люди ходили в мавивах, крылатках. И самое главное, сама Нева превращается из обыкновенной, хотя и очень красивой реки, в некую антилету, которая не дает забвения, а наоборот, выделяет из себя все эти удивительные призваки, которые делают город совершенно особенным. И не кажется ли вам, что сам блистательный Санкт-Петербург Огневцева рядом с Александром Сергеевичем Пушкиным, как будто Онегин, стоит у гранитного парапета и вглядывается в вода Невы. И мы сами стоим там же, всматриваясь в это удивительное водное зеркало, из которого постепенно проступают такие странные, удивительные и такие знакомые нам всем тени.